здравствуйте дорогие друзья сегодняшний урок посвящен пьесе колыбельная и сборника послушные пальчики откройте сборник на странице 6 прежде чем я буду рассказывать как подготовить эту пьесу и как исполнять послушайте как она звучит колыбельная и и 2 и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! В начале пьесы написано спокойно и нежно. Это означает, что можно пьесу исполнять в довольно свободном темпе. Ее размер три четверти. И, конечно, в начале нужно определить фразу. Мелодия звучит так. Подсказкой для вас будет то, что мелодия написана штилем вверх, а аккомпанирующая партия штилем вниз. Длинная фраза в течение четырех тактов. И нужно мысленно поставить смысловую лигу. И только в пятом такте начинается вторая фраза. Теперь, когда известно, сколько длится фраза, можно подключить и средние и нижние голоса. В четвертом такте звучат три четверти, которые приходят к пятому такту, к ноте ми. Можно считать это затактовые ноты. Обязательно их нужно выделить, потому что без затакта нет ощущения движения в музыке. Итак, послушайте, как звучат затакты при переходе от четвертого к пятому такту. Точно так же вторая фраза строится в течение четырех тактов. И есть затактовые три ноты. Третья фраза, четыре такта, это переход от двенадцатого к тринадцатому. И тоже три затактовых ноты. Для эксперимента мы сейчас сделаем следующее. Я сыграю только четвертые такты каждой фразы. Это затактовые четверти. Послушайте. С восьмого на девятый такт. С двенадцатого на тринадцатый. Все затактовые такты укладываются в определенную гармоническую логику. Их нужно запомнить на слух и играть, как ноты с движением к первой доле. С четвертого на пятый. С восьмого на девятый. С двенадцатого на тринадцатый такты. Так же и в первой вольте есть выход. Только это уже средние голоса нужно держать до диез. Так или иначе, затактовые элементы в музыке служат для того, чтобы ощутить движение к следующей фразе, к следующей мысли. Сейчас прозвучала первая часть. Она заканчивается при повторении второй вольте. Второй вольтой. В верхнем голосе звучат все четверти, поэтому можно их играть равноценно. А вот выходя из второй вольты, нужно показать, что это, здесь написано, замедляя темп, что это выход из фразы, и мы переходим ко второй части, где написано с движением. Итак, вторая вольта звучит. Замедление. И дальше идет движение. Все мелодические ноты выписаны как четверти. На свое усмотрение можно немножечко темп замедлять, ну, совсем чуть-чуть на концах фразы. Когда заканчивается первая вольта, это у нас 28-й такт. И переходим на вторую вольту. Еще раз. Послушайте, как переходим на вторую вольту. Я начну с 21-го такта. Это вторая часть. И перейду уже на вторую вольту. Обратите внимание на концы фраз из-за тактовой ноты. Особенность второй вольта заключается в том, что в ее последних два тактах тактах держится нота до-диез. Два такта. Бас. Ля. На их фоне средний голос исполняет как бы маленькую каденцию. Задача непростая, поскольку мы должны слышать до-диез и ля. На этом фоне звучит средний голос. И переходим мы снова на начало пьесы. И очень важный момент, на который я хотел бы еще обратить внимание, баланс голосов. Конечно, мелодия, чтобы она была слышна, остальные голоса должны уступить ей по динамике и быть тише, как бы под мелодией. Поэтому задача у правой руки мелодия исполняется пальцем А. Чтобы средний голос не был громче мелодического. Средний голос и бас это гармонические звуки. Они представляют аккомпанемент. Итак, подведем итог сегодняшнего урока. Первое, с чего нужно начать построить фразу, затактовые ноты. Я напомню только первую фразу. И также строится вторая, третья, четвертая фразы в первой части. Второй очень важный момент баланс голосов. Сразу же в начале разбора пьесы устанавливайте этот баланс, чтобы у пальцев правой руки было точное задание. Какие играют громче, какие тише. Пока еще пьеса не играется в нужном темпе. Во второй части все мелодические голоса выписаны как четверти. И вторая часть идет с движением. В этой музыке, в этой пьесе не нужно играть очень строго три четверти. Можно играть достаточно свободно, но придерживаясь музыкальной фразы, придерживаясь логики за такт. На этом сегодняшний урок закончен. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok